Бывший агроном бывшего здешнего пленцовхоза, ныне инвалид второй группы Василий Чекамеев, человек для власти, похоже, не очень удобный. В сельский совет звонил, я говорю, я ведь позвонил в это, куда надо. А мне говорят, все равно, позвонить куда хотите, хоть Путину позвоните, хоть Медведеву. Это по поводу оплаты за номерные аншлаги. Повертев яркую табличку 15 на 15 сантиметров, хозяин дома вооружился молотком и дюбелями, чтобы внести свой вклад в переписную кампанию 2010 года. Где же эта улица, где же этот дом? Комарова 20Б. Чтобы переписчику в предстоящую кампанию было легко взять на учет Василия Фароловича, ему придется прибить такую табличку и заплатить 50 рублей из пенсионных. Те, кто живет на такой пособии, знают, это совсем не мелочь. Хотя Василий Чекамеев возмущается ради справедливости. И только. 50 рублей за две трафаретки. Ну и я и не стала спорить, зачем я ей денежки отдала. Ну и не надо было отдавать. А зачем отдала? А и правда зачем? Зачем мы собирали? От местного начальства в лице Людмилы Головой мы услышали, что такое решение было принято на сельском сходе, где присутствовало около 60 человек. Но 354 двора это маловато. Откуда взять деньги? Благоустройство. Есть статья о благоустройстве. У нас по благоустройству уже ничего, считай, не осталось. Собрали, ну, по желанию. Желание никак не совпадает с мнением прокурора Ковылкинского района Василия Кузнецова. И это глава сельской администрации подняла во время разговора по телефону. Кстати, деньги по домам собирали школьники, занося фамилии домочадцев в листочки. Вот и вся документация. Вы будете реагировать? Спасибо. Осталось местной администрации получить свой адрес представления прокуратуры о незаконных действиях, чтобы затем уже в рамках правового поля готовиться к переписной кампании. Маргарита Шаинова, Александр Мажанов, Вести Мордовия, Ковылкинский район.